Каждый из нас в жизни хоть раз ходил в библиотеку для того, чтобы взять интересующую его книгу. А что если бы вместо обычной книги были живые книги? Люди, которые ответили бы на все интересующие вас вопросы. Заинтересовала? Смотрим! Своё начало живая библиотека получила в Дании. В 2000 году там впервые стало можно взять и почитать живого человека. На сегодняшний день живая библиотека – практика общемировая. Международный проект живых книг охватил больше 200 стран, а число мероприятий перевалило за 300. Под девизом «Не суди книгу по обложке» живая библиотека проходит и в Шемкенте. В библиотеке имени Пушкина посетители могли прочитать живого человека. Я хочу узнать все мои волнующиеся вопросы, чтобы ответили, как я уже читал, здесь сегодня у нас имам, у нас молодой специалист и главный, и руководитель социально ответственного бизнеса. Как раз таки вот вопрос именно религиозного вопроса очень много в данный момент. И также я хотел бы задать вопрос про бизнес. Чтобы расширить кругозор читателей, избавить их от предрассудков и повысить уровень взаимопонимания, сегодня в читальный зал пришли три живые книги – молодой специалист, художник и имам. Толшина и Хазибекова сегодня книга – молодой специалист. Девушка работает преподавателем в колледже. В обычной среде ты не можешь подойти к человеку и спросить, вот можете ли вы мне посоветовать, или помогите, у меня такой вопрос. А здесь есть такая возможность прийти, послушать, задать и получить ответы. Разрушить стереотипы о художниках сегодня в роли книги согласилась художника Инура Санова. Ничего не могу сказать. Лично наркотики не принимаю, не курю, не пью, но знаю великих художников, которые, в общем-то, принимали наркотики, такие как Амедео Модельяне, никак не отразилось на его творчестве, но я считаю, что это как-то зависит от человека, что ли. Но я не считаю, что все великие произведения написаны под воздействием наркотиков. Допустим, Леонардо да Винчи в то время даже не слышал, но, однако, создал свою Джаконду. Это неграмотно, если вообще так говорить. Это элементарно неграмотно, потому что любое искусство имеет право на существование. Современное искусство может быть, вот я так думаю, что если государство процветает, если в государстве, в королевстве все хорошо, ну и современное искусство тогда будет. Художниками не могут быть все. Если ребенок с детства видит прекрасно, видит хорошее, не потому что его родители водят во всякие музеи, галереи, не поэтому, а если ребенок сразу родился, вот с таким пониманием красоты, то, наверное, такой ребенок будет художником. Руссо, Никола Перасмани, самые известные, да, как бы всему миру люди. Мунк – это художники, которые не рисовали академически, но, однако, они были художниками, потому что они с детства, они родились с понятием цвета, родились с понятием линии. Стереотипы о религии и деятельности мечети разрушают имамы Южноказахстанской области, Жумабеков Донабек и Истемиров Мухаммеджан. В мечетях нашего города террористических организаций нет, у нас все по закону. Ваххабизму и терроризму в мечетях нет места, а фанатики обычно работают в квартирах на частных территориях. В мечетях же установлены видеокамеры и за порядком наблюдают имамы. Не хиджаб превращает женщину в террористку. Это делает личные убеждения. Ношение женщины хиджаба – одно из основных положений шариата. Конечно, светскому человеку сложно представить, что молодая красивая женщина может добровольно надеть хиджаб, а не думает, что ее кто-то заставляет это делать против ее воли. Но это далеко не так. Молодой специалист Толшинай Хазибекова сегодня развеяла стереотипы о молодых сотрудниках. Многие думают, что если специалист молодой, то он непрофессионален. Я считаю, что это не так, что нужно проявлять доверие к молодым сотрудникам, потому что именно за молодыми работниками – наше будущее. Что молодым сотрудникам не доверяют, не поручают ответственную работу – это стереотип. На своем примере скажу, что нужно проявить себя как хороший сотрудник, и тогда придет доверие. Про пренебрежение ничего не могу сказать, но меня в коллективе приняли хорошо. Нет такого, что кто-то должен больше работать, а кто-то меньше. Если вас заставляют работать сверхурочно, то это уже нарушение ваших прав, и вам нужно обратиться в соответствующие органы. У каждого из нас есть предубеждения о полицейских и журналистах, о мусульманах и цыганах, о гомосексуалистах и феминистках, о священниках и ученых. Развеять их и стать толерантным человеком поможет живая библиотека. До конца текущего года организаторы планируют провести еще 10 чтений живых книг.